Мой ангел дорогой Звучит песня «Ангел» на музыку петербургского композитора Михаила Малевича. Когда тебе молюсь, я безов не боюсь, С тобой я буду жить, всегда тебя любить. С тобой я буду жить, всегда тебя любить. За годы своей творческой жизни Михаил Малевич написал немало песен, музыку к спектаклям, балеты. Но сегодня большая часть его таланта и трудов отдана духовной музыке. Я вначале писал чисто светскую музыку в молодости. Ну, может быть, когда я искал какой-то духовный путь, у меня, конечно, были какие-то духовные поиски. И в светской поэзии я тоже находил какой-то поворот к церкви. И до этого, но где-то лет после 30-ти, в общем-то, ну, так говорят, творческий кризис был. И, может быть, и житейские обстоятельства, что не получалось вообще писать музыку. Тут несколько лет почти ничего не писал. Новый этап начался с того, что стал прихожанином церкви Рождества Яна Притеча на Каменном острове. И вот первые вот такие концерты были просто приходские елки. И для детей в основном это были песни о Рождестве. Ну, и богослужебные там, тропарь-контак Рождества тоже я написал тогда. Они довольно часто и в концертах звучали, иногда и в храме тропарь звучал. В конце концов, я написал целую кантату, свеча Рождества, которая несколько раз исполнялась. Я вот сам не ожидал, что раньше я не мог преподавать, что я такую музыку, во-первых. А вот мне, молодому, она оказалась бы слишком простой, может быть. Может быть, демократичный это слишком. А сейчас мне кажется, что это и хорошо. И, конечно, нельзя вдаваться в излишнюю простоту и терять уровень такой профессиональный, насколько мне дано образование моими учителями, вот, чему меня научили. Ну, и с другой стороны, чтобы это было понятно и близко к сердцу. А особенно это вот, если для детей, то, ну, и опыт показывает, что, в общем, получается действительно. Они, исполняя, они как-то принимают это. Творчество композитора Михаила Малевича знают не только православные верующие нашей епархии. Его песни и произведения исполняют на многих фестивалях. Берут свой репертуар известные солисты, взрослые детские музыкальные коллективы. История о судьбе девочки, молившейся о победе в блокадном городе, о ее героически погибшем отце, взволновала композитора и родилась эта песня, горячо полюбившаяся и детям, и ветеранам. Сегодня все больше и больше людей интересуются и глубоко полюбили духовную музыку прошлого, церковное песнопение. Появилась и потребность современной духовной музыки. В песни, такой необходимой в нашей повседневной жизни, в дни праздников, в печали и радости. Музыка, Михаил, очень красивая, мелодичная. И вот даже я, хоть голосом не владаю, но очень люблю петь его песни, причем не только на мои тексты, но и на другие тексты моих товарищей, на классические тексты. Порой невзгоды, скорби, страсти терзают нас в глухой ночи, но все же есть на свете счастье, покуда музыка звучит, мелодии плавное течение, благословенный дар Творца. Продлись чудесное мгновение, наполни музыкой сердца. Одна из самых любимых исполнительниц Михаила Малевича – певица Татьяна Петрова. На взгляд автора, ей удается точно передать то, что с любовью вложено в ту или иную мелодию. Во-первых, от стихов это всегда идет же. За исключением редких случаев, когда бывает, что мелодия раньше возникает, а бывает, что даже стихи подбираются к мелодии. И иногда это очень приятное чудо бывает. Например, стихотворение Гейна «Божья елка», там оно легло на мою мелодию, удивительно. А так бывает, что я сразу слышу, какое-то начало хотя бы, а дальше уже зерна развивается. Иногда бывает, что что-то не получается, и мучаюсь, и бывает третий, четвертый вариант. Духовная песня глубока, как человеческое страдание, искренно, как молитва, сладостно, как любовь и утешение. Культура, как сохранение окружающего мира и забота о нем, является бакозаповеданным деланием человека. Отцы и учители церкви подчеркивали изначальное божественное происхождение культуры, воспринимали ее как плод творчества человека под водительством Творца. ПЕСНЯ Истинное искусство, истинное творчество, оно всегда связано с вдохновением, благодатным состоянием души. Хотя есть искусство и разрушительное, и то, которое не дает благодатного состояния, успокоения. И мы видим, это искусство разрушает души молодежи сейчас. А вот созидающее искусство, оно всегда приводит к Богу. И вот Михаил Олегович, он как раз проводник этой доброй, этой светлой, творческой такой струи, которая созидает. И у него очень добрая душа, православная, верующая. Мне приятно с ним работать. На стихе отца Анатолия Трохина была написана песня о Грузии. В последнее время, из-за своих политических интересов, эта страна является далекой для России. Но грузинский народ был и остается братским народом русскому. И по своей истории, и по вере. Песня. 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 Мелодия Михаила Малевича То возвышенно простые, строгие, то нежные, трогательные и умилительные, но все они исходят от чистого верующего сердца. Они дороги людям, как пережитые и прочувствованные. Эта музыка пробуждает светлые искренние чувства, вновь напоминая людям, что человек создан по образу Божию, и в каждом из нас есть искры, из которой может исходить свет. Субтитры создавал DimaTorzok